На канале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сираева. Вначале коротко об основных событиях четверга. Настроение хорошее, бодрое. Главное не переживать. Верить в свои знания обязательно. Работа на результат. Сегодня российские школьники сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку. Когда я пришла в этот фонд, буквально 5 минут заняло всё действие. Сейчас для меня было большим и приятным сюрпризом. Корпоративная пенсия. С Ханты-Мансийским Негосударственным пенсионным фондом подписан 4-тысячный договор на дополнительное пенсионное обеспечение. Пока мы не будем оказывать родителей так, чтобы они ощущали это, чтобы они несли ответственность, мне кажется, бесполезно. Скутер – это не игрушка. Полицейские призывают родителей к ответственности за своих детей. Первый обязательный экзамен. Почти 800 тысяч российских школьников сдавали сегодня ЕГЭ по русскому языку. В Нефтьюганске открылось три пункта сдачи единого госэкзамена во второй, десятой и пятой школах. Как проходит итоговая тестация и с каким настроением ребята пришли в класс и узнала наша съемочная группа. Конверты с заданиями проделали долгий путь. Спецрейсом из Москвы до Тюмени оттуда отправились в Ханты-Мансийск и только вчера прибыли в Нефтьюганск. Ночи их держали в сейфе, находящемся под видеонаблюдением. Сосредоточенность и страх, радость и грусть. В преддверии экзамена у каждого на лице разные эмоции. Кто-то уверен, что готов на все сто, кто-то, несмотря на проделанную работу, так и не смог побороть волнение. Севинч Мамедова не нервничала. На экзамен пришла с улыбкой. Говорит, что язык, на котором разговариваешь, сдавать легко. Не в Тюганске девушка родилась и выросла, но теперь планирует переехать в Баку. Уезжаешь, это все равно как-то остается в памяти, все равно это долгое время вспоминаешь и да, грусть есть. Я пойду в таможенное дело, буду работать в аэропорту и надеюсь, буду звать своих одноклассников, пусть приезжают, буду встречать их с удовольствием, своих учителей. Александра Мартыненко будет поступать в Сургуте на госуправление. В какой структуре она хочет работать, еще не определилась. Главное, после обучения девушка собирается штурмовать Москву. Настроение хорошее, бодрое. Главное не переживать, верить в свои знания обязательно. Обстановка, конечно, напряженная. Камеры, металлоискатели, вот это вот все. И даже если ты с собой ничего несешь, все равно такое чувство, как будто вот что-то будет. В пятой школе под прицелом 30 камер ЕГЭ сдавали 165 человек. По русскому языку нужно набрать минимум 36 баллов. То есть выполнить 17 заданий из пунктов А, Б или С. Госэкзамен длится 3,5 часа. На сегодняшний день уже испорчен один конверт, потому что ребенок нервничал, стала открывать и порвала его. В аудитории был резервный конверт. Мы и выдали этот резервный конверт, что, в принципе, не противоречит. Сейчас будет составлен акт о том, что произошла эта ситуация. У ребят, проваливших ЕГЭ по русскому или математике, с первой попытки будет возможность пересдать в резервные дни 16 и 19 июня. Это не распространяется на тех, кто нарушил правила. Например, пронес мобильный телефон или шпаргалки. Такие результаты тут же аннулируются. Елена Раянова, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». В российских школах появятся преподаватели ГТО. Уже в следующем учебном году будет введена новая штатная единица. Преподаватель физкультурно-оздоровительного комплекса готов к труду и обороне. Соответствующее решение было принято Министерством образования и науки. По мнению сотрудников ведомства, в рамках выполнения этого решения предполагается провести конкурсный набор преподавателей и подготовить их через систему повышения квалификации из числа педагогических работников. Они будут отвечать за внедрение и интеграцию норм ГТО в учебном заведении, повышать мотивацию школьников к участию в массовом спорте и курировать все вопросы, связанные с физическим развитием учеников. С педагогом из Лефтьюганска был подписан договор номер 4000 с негосударственным пенсионным фондом. Напомним, вот уже 10 лет в «Югре» действует программа дополнительного пенсионного обеспечения для бюджетников. О том, что такое корпоративная пенсия и как ее получить, смотрите в сюжете. Учитель начальных классов Инна Куанышева узнала о программе дополнительного пенсионного обеспечения несколько месяцев назад. Однако писать заявление на корпоративную пенсию не торопилась. Первый шаг сделала лишь по совету сестры и сразу удачно. Ей достался договор номер 4000 и как приятный бонус – подарок. Почему я долго не шла? Потому что я думала, что это длительный процесс, но мне не хотелось этим заниматься. Когда я пришла в этот фонд, буквально 5 минут это заняло все действие. И сейчас для меня было большим и приятным сюрпризом. Никогда в жизни я нигде ничего не получала, скажем так, никаких призов. Это было очень приятно. Стоит отметить, что ни в одном субъекте Российской Федерации корпоративной пенсии учителям не платят. Поэтому для наших бюджетников это хорошая возможность получать надбавку. Суммы колеблются от 2000 рублей до 9. Все зависит от заработка и отчисляемых процентов. В соответствии с программой заключает договор и выбирает, какую сумму он будет отчислять. Можно отчислять от 1 до 10 процентов от заработной платы. Столько же добавляет работодатель в лице правительства нашего округа. Наиболее активно к этому вопросу подошли работники системы образования. Буквально два детских сада пока не охвачены этой программой. Но работа ведется. Заявиться на корпоративную пенсию горожане могут даже самостоятельно. Главное, чтобы учреждение, в котором вы работаете, было бюджетным. Иными словами, учредитель, муниципалитет или субъект федерации. Также работу эту необходимо усилить в учреждениях здравоохранения, потому что жители города Нефтьюганска, бюджетники, имеют право пользоваться накопительной частью, которую софинансирует округ. Есть локальные подразделения, с которых и нужно начинать. То есть, каждый заведущее отделением просто должен подумать как о себе, так и о своих сотрудниках. В Нефтьюганске порядка 9 тысяч человек трудятся в бюджетной сфере. Поэтому есть еще над чем работать. Рано думать о дополнительной пенсии только молодым специалистам. Одно из главных условий программы – стаж не менее пяти лет. У более опытных сотрудников есть шансы стать пятитысячным участником программы. Штрафы за уличную торговлю могут составить до 500 тысяч рублей. Законопроект внес в Государственную думу депутат Единоросс Виктор Звагельский. Предлагается штрафовать за торговлю и оказание услуг на земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся вне рынков. За такое нарушение будут наказывать штрафом до 100 тысяч рублей. Санкции же на юридических лиц могут составить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. С конфискацией продукции. Если поправки найдут поддержку большинства депутатов, они вступят в силу с 1 января 2015 года. С 1 июня в силу вступает еще несколько статей закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. В частности, запрещено будет курить в поездах дальнего следования, в гостиницах, общежитиях, в ресторанах и кафе на рынках. Масштабные ограничения ждут и торговлю. Продажа табачных изделий прекратится в киосках и будет разрешена только в магазинах и павильонах. Далее к новостям из мира финансов. Авиадебоширов не пустят в самолет. Таким нарушителям просто не будут продавать авиабилеты. Как пишет российская газета, именно людей, которые за последние пять лет устроили хотя бы один дебош на борту воздушного судна, будут внесены в черный список. Издание отмечает, что пока часть статей нового документа противоречит закону о защите персональных данных. Но, по словам экспертов, изменить формулировки будет несложно. В первом чтении законопроект рассмотрят уже 10 июня. В Югре начнут производить альтернативный вид биотоплива. Завод по производству удобрений из торфа и топливных брикетов посетила губернатор округа. Первая очередь производства начнет работу уже в июле этого года. Проектная мощность составит 36 тысяч тонн брикетов и 264 тысячи тонн удобрений из торфа. Стоит отметить, что на новом предприятии будет создано порядка 50 рабочих мест, сообщает Радио Югра. В России появится собственный закон о вине, а сам напиток будет признан сельскохозяйственным продуктом. В связи с этим он снова сможет рекламироваться. Контролировать оборот вина в ближайшем будущем станет уже не Росалкогольорегулирование, а Министерство сельского хозяйства. Государство, в свою очередь, собирается поддерживать местных производителей и будет выделять субсидии на создание новых виноградников. Такие решения были приняты в ходе рабочей поездки Дмитрия Медведева в Краснодарский край. Ученики из-за школьных парт пересели на скутеры и мопеды. Нефтьюганские автоинспекторы провели пресс-конференцию на тему предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма. В беседе приняли участие педагоги образовательных учреждений и наша съемочная группа. 50 аварий произошло в этом году в Югре. С участием несовершеннолетних 49 детей получили травмы. Четверо погибли. Как говорят полицейские, ответственность за такую статистику ложится в первую очередь на родителей, которые игнорируют правила дорожного движения. Одни перевозят юных пассажиров без кресел, другие перебегают дорогу вместе с малышами в неположенном месте. На сегодняшний день мы привлекли 692 водителя в городе Нефтьюганский. И знаете, что мы изменили свою работу в плане работы с водительским составом в такой категории, которая перевозит детей. Мы сейчас работаем не только на уличной дорожной сети, мы работаем сейчас точечно и стабильно, я еще раз напоминаю, точно и стабильно будем работать вблизи детских дошкольных учреждений, это в садике. Скутеры и мопеды – это еще одна беда на городских дорогах. Дети без экипировки и без знаний правил дорожного движения выезжают на проезжую часть, как полноправные водители. А между тем угроза для жизни скутеристов при аварии гораздо выше, чтобы как-то образумить подростков, а больше их родителей. Полицейские призвали на помощь местных байкеров. Мы с ними проводим мероприятия. Последний раз мы провели мероприятие, мы изъяли около четырех скутеров. Они выделяют нам, так как они входят членами ДНД, выделяют нам соответствующих людей на своих мотоциклах, где мы, как представители госинспекции, вторыми пассажирами ездим и патрулируем микрорайон. Но еще раз сказал, вот мы уже третий раз провели такие мероприятия, и я говорю, слушал, пошел по городу. Приобретая своим чадом такие опасные игрушки, как мопеды и скутеры, родители порой не задумываются о серьезных последствиях. По правилам, выезжать на проезжую часть подростки младше 16 лет не имеют права. Но кто их контролирует, когда папа и мама на работе? И полицейские, и педагоги в один голос уверяют, что взрослых обязательно надо привлекать к ответственности. И чем жестче, тем эффективней. А тут какая-то дикость уже пошла. Пока мы не будем наказывать родителей так, чтобы они ощущали это, чтобы они несли ответственность, мне кажется, бесполезно. Вот мы с ними разговариваем, они говорят, да, хорошо, там какое-то происшествие произошло, там родительские собрали. Мы все понимаем. Нет, у нас хорошие дети, мы все им объясним. Проходит 2-3 дня, ребенка смотришь, он где-то побежал через дорогу. А еще бывает, 2 дня проходит, мама под ручку с сыном бежит, а до пешеходного перехода буквально 50 метров. Сейчас за детскую безопасность на дорогах и в микрорайонах борются по всем фронтам, начиная от воспитателей в детских садах и заканчивая инспекторами ГИБДД. Однако ребенок понимает, что такое хорошо и что такое плохо, только глядя на личный пример своих родителей. И пока папы-водители при виде наряда ДПС будут прятать детей под сидениями, а мамы, забирая малышей из садика, перебегать, где попала дорогу, ни о какой дисциплине на проезжей части юных пешеходов не может быть и речи. Ольга Кондрашин, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Граница на замке. Пограничники накануне отметили праздник в честь основания службы. Ей исполняется 96 лет. Не всеюганские зеленые фуражки традиционно собрались возле памятника воину-освободителю, где прошел памятный митинг. Минута молчания и возложения цветов к памятнику. Поздравляя пограничников, глава нефтеюганска отметил, что во все времена на рубежах государства стояли лучшие воины. В годы Великой Отечественной их подвиги имели судьбоносное значение в победе над врагом. 21 век ставит перед солдатами-пограничниками новые задачи, среди которых противостояние международному терроризму, торговле оружием, наркотрафику, незаконной миграции в Россию. Мы гордимся нашими земляками, которые сейчас достойно несут службу на государственной границе нашей страны, сохраняя высокий боевой дух и лучшие традиции своих предшественников. Я благодарен вам за честную и самоотверженную службу. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и мира. С праздником! Ура! На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok